Здравствуйте! Вы смотрите программу «Власть. Открытая политика» в студии Юлия Комкина. И сегодня мы поговорим о важных событиях из жизни областного центра. В гостях у нас глава администрации города Николай Овчаров. Николай Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. А вам не напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, а значит, вы можете звонить к нам в студию и задавать свои вопросы нашему гостю. Номер телефона на ваших экранах 70 35 15. Также свои вопросы можете оставлять на нашем сайте 7info.ru в разделе онлайн. Мы постараемся их озвучить. Николай Иванович, сегодня такой торжественный день для сотен выпускников Курской области, в том числе и Курска. Девятиклассников, одиннадцатиклассников, последние звонки. Вы тоже наверняка побывали на линейке. Расскажите, пожалуйста, вот с какими итогами подошли и вот, ну, немножечко, да, подведем итоги образования, скажем так. Я сегодня был в 59-й школе, где обучаются 1700 человек, достаточно большая школа, конечно, перегруженная. В целом у нас в городе Курске учащихся 42 700 человек обучаются в наших 58 школах. И сегодня вот для 2072, это выпускники 11-го класса, для них сегодня прозвучал последний школьный звонок. И они действительно сегодня уже на пороге новой, самостоятельной, так сказать, взрослой жизни. Конечно, им еще много предстоит определиться по выбору профессии. Кто-то продолжит учебу в высших учебных заведениях, чтобы получить профессию. Ну, я должен сказать, что вот по результатам оценки, кстати, школа 59-я, она признана лучшей в Российской Федерации. И по результатам учебы надо отметить, что в этом году почти 500 человек, 458, это медалисты, золотая и серебряная, получат золотую и серебряную медаль. В прошлом году было 390. Поэтому это, конечно, заслуга и учителей, те, которые отдают знания, дают знания нашим учащимся. Это, конечно, и заслуга родителей, которые, так сказать, постоянно контролируют учебу. Ну, и дело в том, что, наверное, еще и то, что у нас постоянно совершенствует и сама система образования, внедряются новые образовательные стандарты. И, конечно, потихоньку, но обновляется и сама база. У нас школы сегодня в достаточно неплохом состоянии. Часть школ, наверное, вы знаете, вот пятая школа мы когда-то там, ну, до 3 уже назад, можно сказать, построили начальную школу. Это 17-я школа, где практически полностью было перестроено. В шестой школе построена, выведена в эксплуатацию пристройка, спортивный зал, актовый зал и дополнительные классы. В 50-й школе спортивный комплекс, да и в целом вот где-то 13 школ имеют спортивные площадки, построенные по линии «Газпрома». Достаточно в неплохом состоянии наша база, школьная база. Ну, и мы, вот очень острый стоит вопрос, конечно, по строительству школы, по проспекту Победы. Сегодня школа строится. Думаю, что при поддержке вот губернатора, федерального центра, рассчитан получить, кроме муниципальных, еще и средства федеральные, властные, чтобы в этом году завершить строительство этой школы. И уже со второго полугодия, учебного имеется в виду, там были, приступили к занятиям. Приступили также к строительству школы по проспекту Клайково. Из-за чего вот школа 59-й перегружена, потому что все, кто проживает на проспекте Клайково, они все, конечно, ну не все, но больше, по-моему, 600 человек, детей, те, которые обучаются именно 59-й школе. А разгрузив эти школы, кстати, вот полторы тысячи учащихся ежедневно едут на занятия в 31-ю, 42-ю школу, 44-ю гимназию, 4-ю, 6-ю школу, тоже лицей. И, конечно, это еще и загружает транспорт дополнительно, кроме, ну понятно, в нашем общественном транспорте они ездят бесплатно, а вот часто ведь родители подвозят. Это, конечно, тоже перегружает наши улицы. Представляете, сразу полторы тысячи, скажем, автомобилей с проспекта Победы не будут направляться в центр. Поэтому это и тоже разгрузит наши в какой-то степени улицы. И за счет средств инвестора планируем в этом году уже приступить к строительству школы по проспекту Дереглазов. Это вот те, можно сказать, острые болевые точки, где особенно сегодня остро стоит проблема по школам. Это густонаселенные новые такие районы. Это новые микрорайоны, да. И, конечно, к сожалению, инфраструктура, социальная сфера, к сожалению, еще отстает. Ну, не все сразу. У нас есть звоночка телезрителя, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Добрый вечер. Я вопрос вот такого характера. Значит, вот когда у нас наведут порядок с парковками, с дикими парковками, незаконными, парковками личных автомобилей на тротуарах? Это страдают вот молодые мамы с колясками ходят. Пенсионеры пожилые руки, ноги ломают, обходя, протискуясь через эти машины. Когда этот порядок наведен будет? Мы с этой проблемой сталкиваемся каждый день и составляются акты, наказываются, привлекаются к административной ответственности, паркуются не только на тротуарах, еще, можно сказать, куда ни шло. Паркуются на газонах, особенно, вот, посмотрите, после, так сказать, зимы на газонах по тому же проспекту Победы. Да не только там, практически, во многих местах, особенно в новых микрорайонах, поэтому эта работа ведется систематически. Сегодня взято под контроль, действительно, достаточно много актов составляется практически ежедневно. Вернуться к школьной теме, все-таки сейчас занятия заканчиваются. Что касается лагерей дневного пребывания, будут ли они работать в этом году? Да, во всех, не во всех, а в 53 школах, потому что 12 школ сегодня будут задействованы под сдачу единого государственного экзамена. А в тех, где этого не будет, там будут лагеря дневного пребывания. И планируем где-то около 6 тысяч ребятишек, детей в возрасте, там, от первого класса до десятого, что они будут в этих наших лагерях посещать. Ну, ребятам пожелаем приятного отдыха, успешной сдачи ЕГЭ. Это будут организованы различные роды мероприятия, и спортивные состязания, и экскурсии, и так далее. И родителям спокойно. Раньше, когда мы учились, мы занимались ремонтом стульев, парт. Сейчас, ребят, приятнее времяпрепровождение. Да. Кроме того, будут еще и обеспечиваться горячим обедом. Николай Ильич, еще одна такая тема. В середине мая день семьи отметили, международный. Да, 15 мая. Да, 80 тысяч семей в Курске зарегистрировано, 30 тысяч из них, если не ошибаюсь, молодые семьи. Они могут претендовать на поддержку в приобретении жилья, сертификаты, так называемые, по программе жилища. Расскажите, что за сертификаты? Как раз в этот день, 15 мая, в день семьи, были вручены сертификаты 18 семьям, многодетным семьям. Где-то порядка 450 до 900 тысяч рублей. Это поддержка для того, чтобы молодая семья могла приобрести жилье, то ли добавить к этому, то ли материнский капитал, то ли это ипотека. Возможно, как правило, часто и родственники помогают, чтобы приобрести первоначально жилье. Таких вот в этом году будет 53 семьи молодых. А в целом, с начала реализации этой программы, начиная с 2008 года, уже 570 семей таким правом воспользовались. Но это нужно быть просто молодой семьей или какие-то еще в плане квадратных метров? Это молодые семьи в возрасте до 35 лет обеспечивают. Вот у нас в администрации установлена очередь, и в соответствии с этой очередью они получают вот эту поддержку. И еще о тех, кто... Ну, кроме этого, еще другая форма поддержки – это предоставление многодетным семьям, кто нуждается в улучшении жилищных условий, предоставляются бесплатно земельные участки. Вот таких с начала реализации, это уже три года, как реализуется эта программа, выделено 163 участка. А это где их выделяют? Ну, это и в районе улицы Просторной, это и в районе Букреевской дачи, Букреевки. Сейчас, вот в этом году, где-то порядка 800 участков будет уже, так сказать, выполнен план планировки территории. Это в районе дороги Объездной, на землях бывшего учхоза, который принадлежал сельхозяйственной академии. И там, вот в этом году, будут эти участки выделены для многодетных семей. То есть недалеко от города, да, в принципе, удобно? Да, не раз рассматривались вопросы по обеспечению инженерами коммуникации. Наш водоканал должен там пробурить несколько сважин для обеспечения водой. Туда же, за счет инвестиционных программ, будут подтянуты электроснабжения, газ и так далее. Сейчас вот та дорога, которая идет от Объездной дороги в сторону учхоза, она, так сказать, без хозяина. Поэтому мы ее принимаем в муниципальную собственность, чтобы потом, после реконструкции, эта дорога могла быть соединена с дорогой, которая проходит через рощу невест. Сюда выезд в город Курск. А что касается тех, кто, чье жилье попадает под категорию ветхоаварийное, как с ними дела обстоят? Программа эта реализуется, и в этом году, с начала реализации, с 2008 года, 807 семей. 139 аварийных домов было расселено. В этом году 48 семей получат благоустроенные квартиры. В принципе, уже проведен конкурс, 38 квартир. Сегодня идет оформление документации. Я думаю, что после принятия этих квартир в муниципальную собственность, после регистрации права собственности, где-то, наверное, в середине лета мы эти квартиры вручим тем, кто переселяется из семи сегодня аварийных домов. Дело в том, что проведен конкурс оформления документации, и необходимо проведить договор обмена жилья. Поэтому, ну, как бы, хотя мы по срокам-то ведь и не отстаем. Мы, кстати, даже досрочно, в прошлом году реализовали программу 15-16 года, хотя 16-й год, та программа, которая 14-я программа, 4-я программа, срок реализации до 31 декабря 2016 года. Вот эту программу, которую реализуем с 16-го года, с 16-го, 17-го, срок ее окончания 17-й год, 31 декабря. Ну, а мы, можно сказать, реализуем досрочно, более чем раньше на год. И в этом году уже будут расселены вот эти. Те, которые вошли в программу в целом по переселению, были признаны аварийными по состоянию на 1 января 2012 года. Вот эти все дома, они будут расселены. Важная дата в мае была, 9-е число, День Победы. Какое-то рекордное количество людей вышло на улицы города в акции «Бессмертный полк», 45 тысяч курян. Просто действительно гигантская цифра, к сожалению, ветеранов все меньше и меньше. Все-таки забота не ограничивается только вот этими праздничными днями. Я знаю, что действует акция «Добро с доставкой на дом», когда молодые люди приезжают к ветеранам, помогают им там по дому, на приусадебном участке. Вот как поддерживаете ветеранов в течение всего года? Ну, у нас в городе осталось 660 ветеранов. К сожалению, их с каждым годом становится все меньше. 3700 – это труженики тыла. И, конечно, у нас уже с 2008 года реализуется программа по ремонту жилых помещений участникам Великой Отечественной войны, в том числе вдовам погибшим участников. И сегодня мы расшили этот перечень, включены и вдовы умерших участников войны. Ежегодно на эту программу направляются где-то около 4 миллионов рублей. И ежегодно мы ремонтируем жилые помещения участникам и вдовам участников погибших и умерших ветеранов. Есть еще вопрос на сайт от Коваленко Анны. Курск Ленина 108. Руководитель какой службы органа предприятия несет персональную ответственность за организацию работы по отлову безнадзорных животных, бездомных кошек и собак? – 19 мая, то есть, меньше чем неделю назад, был принят закон Курской области, где вот эти полномочия по отлову бродячих собак, он передан муниципальным образованием, в том числе и городу Курск. Мы сегодня ведем оформление необходимой документации для того, чтобы получить средства, провести необходимые конкурсные процедуры и заниматься этой вот работой по отлову бродячих собак в городе Курске. Это будет делать наш комитет ЖКХ. Сегодня полномочия в соответствии с законом возложены на муниципальное образование. – Уже телезрители завели такую тему опасностей. Что касается клещей, да, сейчас все буквально везде говорят о том, что вот клещи атакуют. Как в городе борются с этим, обрабатываются как-то парковые зоны? – Что касается наших муниципальных территорий, парков, скверов, то они практически все обработаны. В том числе и вот завтра, кстати, начнется приемка пионерских лагерей, то они тоже уже обработаны, подготовлены для того, чтобы с 1 июня там могли пребывать, отдыхать дети. Мы также, кстати, ведем и покос травы, и уборка, кстати, вот опавших листьев и осенью, и весной. Это тоже есть меры профилактики против клещей. На своих территориях, закрепленных территориях, муниципальных территориях, мы, конечно, эту работу уже провели. – Ну, в принципе, самим нужно быть более мудительным. – Ну, и населению, конечно, надо быть более аккуратным при посещении лесов. Есть рекомендации, как, так сказать, защищаться. – Через неделю уже буквально стартует купальный сезон, пляжный. Будем надеяться, что погода нас не подведет. Готовы ли курские пляжи, их 8, если я не ошибаюсь, к тому, чтобы принять отдыхающих уже? – Ну, сегодня, можно сказать, по-настоящему, наверное, летний. – Нагонец-то. – Наверное, лето наступило. Поэтому мы наши пляжи все подготовили. У нас их 6 муниципальных и 2 частных. Здоровье и вот здесь, где стадион «Локомотив». Эти пляжи тоже подготовлены к купальному сезону. И с 1 июня они открываются. Мы и прочистим необходимые, так сказать, мероприятия, в том числе очистка русла реки Тускарь, провели, и сеймы, где необходимо было. Водолазы работали. Работы выполнены, пляжи сегодня готовы. – Ну, там будут дежурить спасатели, да? – Будут, да. Мы в том числе несем определенную затрату, но спасатели будут на всех пляжах. Будут также организованы и дежурства сотрудников полиции. – Николай Иванович, в Курске реализуются несколько пилотных проектов, в том числе и «Безопасный город». Уже поднимали эту тему, что очень действительно впечатляющие результаты. Расскажите, что сделано уже, что предстоит и сколько потрачено средств на это? – Действительно, мы, начиная с окончания 2015 года, когда провели конкурсные процедуры. Сегодня в городе Курске реализуется проект «Безопасный город». Буквально вот к окончанию этого месяца начнутся его тестовые испытания. И я думаю, что в полном мире он заработает где-то в июне месяца. Это создается интеграционная платформа, которая объединяет практически все те элементы так называемого «Безопасного города». Это и тепловизоры, это и видеонаблюдение, это и комплексная система оповещения населения, экстратная система оповещения населения. Все это будет объединено в одну платформу. Будет организован единый центр реагирования на ситуации, чрезвычайные ситуации. Эта работа практически идет к завершению. Стоимость работ по конкурсу, был определен подрядчик, составляет 150 миллионов рублей. Мы предусмотрели в этом году 30 миллионов рублей для того, чтобы в последующем, в течение пяти лет, произвести расчеты с инвестором. Но в то же время это пилотный проект, и, как говорят, обещают, что будет еще и финансирование федеральное. Поэтому мы надеемся, конечно, что здесь мы сможем получить еще и федеральную поддержку. И за счет этого продолжить реализацию вот этого проекта «Безопасный город», в том числе установка так называемых умных видеокамер, которые будут распознавать и лица людей, которые будут распознавать номерные знаки, нарушения правил дорожного движения. Есть уже такие. Мы в экспериментальном режиме в прошлом году проводили, устанавливали одну из здесь на перекрестках, на перекрестке видеокамеру, которые, так сказать, фиксируют и пересечение линии стоп, выезд на красный сигнал светофора, пересечение разделительной полосы, перевозка детей на переднем сиденье без кресла, без ремня безопасности. 17 нарушений. Поэтому это второй этап, который будет вот уже со следующего года реализовываться по программе «Безопасный город». Все мы увидели, что в мае буквально расцвел, действительно, курские тюльпаны появились на центральных улицах. Вот как еще планируется украшать, озеленять город? Что уже сделано? Что еще планируется? Ну, чтобы они появились в мае, их высадили еще луковицы, еще в октябре прошлого года. Поэтому это достаточно красивые тюльпаны по улице Ленина, да и на других уголках были высажены более 75 тысяч штук. Сегодня ведутся работы по высадке цветочной рассады. Более 500 тысяч вот этой рассады будет высажена на наши клумбы, для того, чтобы сильно украсить город. Много работы было проведено весной по аллеям, там, где, к сожалению, были, то ли засохли деревья, то ли были сломаны. И такое у нас часто бывает. Где-то кто-то и туй особенно. Крадет. И саженцы плодовых деревьев тоже исчезли каким-то образом у нас. Поэтому все это в этом году восполнено. И, конечно, надо не только украсить, надо еще и беречь. А в плане чистоты еще какие-то будут? Субботники проводиться еще? Да нет, субботники уже нет. Мы, я думаю, что особенно на центральных улицах, эту работу выполнили еще до майских, в апреле месяце. Ну и, конечно, ежедневно по нашим улицам, мы, наверное, видели, работает предприятие по полустройству, для того, чтобы действительно улицы находились в чистом, хорошем состоянии. Работают поливомоечные машины. Регулярно стрижутся газоны, трава. Поэтому работы эти ведутся, можно сказать, не покладая рук. Николай Иванович, спасибо большое, что пришли к нам в студию, ответили на вопросы. А вам, я напоминаю, это был прямой эфир программы «Власть. Открытая политика». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова